МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство Республики закупит скоростные речные суда Валдаи для организации туристических маршрутов по Волге. В Нижегородской области в торжественной обстановке уже спустили на воду первое из трех катеров. Напомним, вместимость каждого 45 пассажиров, ожидаемая скорость до 65 км в час. В церемонии участвовала делегация Чувашской Республики. Это откроет как новую жизнь для нашей матушки Волги и даст возможность уже поколению, которое растет сейчас, и оценить могущество нашей великой реки. Но и в то же время испытать те эмоции, которые у каждого из нас остались с детства, когда мы ходили по Волге вместе с родителями на метеорах, когда было замечательное транспортное обеспечение. По поручению Олега Алексеевича Николаева, нашего главы Чувашской Республики, конечно, хочется выразить всем конструкторам, инженерам, всем, кто приложил свое сердце, мне кажется, потому что без этого невозможно было такую красоту сделать. Слова огромной благодарности. Для нас большая честь и гордость, что, наверное, путь Волдая по Волге, в том числе и начинается с Чувашской Республики. У скоростного судоходства на Волге своя история. О ней напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваши Владимир Осипов. Первые быстроходные на подводных крыльях суда появились еще в середине 60-х годов. И вот первый маршрут был, это Чебоксара-Казань. В дальнейшем, в начале 70-х годов, были открыты новые маршруты. Это Жигулевск, Самара, Нижний Новгород. Но потом, к сожалению, в начале нулевых годов это как-то все у нас немножко притормозилось и утихло. И вот у нас есть такой уникальный момент возродить нашу историю, возродить внутреннее речное движение. И как раз это будет первая ласточка, которая поможет в том числе и Республике Чуваши возродить внутреннее водное движение, туристическое, экскурсионное, пассажирские перевозки. Разработали такой тип скоростного катера специалисты Центрального конструкторского бюро имени Ростислава Алексеева. Это ведущее российское предприятие в области проектирования судов на подводных крыльях. Если в Алдае, в других республиках и областях работают как внутри региональный транспорт, то там он уже может быть как межрегиональный. Потому что из Чебоксар получается до Казани три часа, до Нижнего Новгорода чуть больше. То есть получается так, что он может уже связывать целые области. Это вот очень здорово. Я думаю, это на самом деле вот уже новый шаг к тому, чтобы на Волге все-таки возродились скоростные пассажирские перевозки. Это очень важно. И приятно то, что судно имеет собственное имя. Вы видите, Академик Крылов. Это великий судостроитель, инженер, который много вложил в развитие судостроения. В гавань Чебоксарского речного порта судно придет в конце мая, в начале июня. Решена судьба одного из самых интересных зданий Чувашии, памятника истории и архитектуры федерального значения. Старый дом правительства на площади республики планируют реконструировать. Здание Дома Советов так оно называлось в 1934 году, когда было принято решение о его строительстве. Спроектировали его один из первых Чувашских архитекторов Аввакумов и москвич-сибирцев. По первоначальному эскизу оно должно было иметь полукруглую форму, как Казанский собор в Санкт-Петербурге. Однако из-за большой стоимости проект не был реализован. Со временем его упростили, сократили декоративные элементы, придали зданию стандартную П-образную форму и приступили к строительству. Сдали Дом Советов в 1940 году, а в 2011 его эксплуатация была прекращена. Провести реставрационные работы пытались несколько раз, но довести дело до конца так и не удалось из-за проблем с документацией. Вставился вопрос, возможно ли исключение данного объекта из перечня объектов культурного наследия, но мы говорим, что это невозможно, согласно существованию нормативно-правовым документам. Впрочем, невозможно это и по другим причинам. Очень уж много легенд и интересных историй связано с этим зданием. Поэтому принято решение реконструировать его с сохранением внутреннего дизайна, который и является объектом охраны. Приблизительная стоимость проекта более 1 миллиарда рублей. Необходимо разработать проектно-сметную документацию. На совещании подняли вопросы о дальнейшей эксплуатации здания после капитального ремонта. Прозвучала идея сохранить деловую направленность объекта. Здесь могут разместиться площадки для проведения конференций и форумов. Надо доработать и дожать вопрос экспертизы, положительной экспертизы данного проекта. Далее мы с вами должны разработать параметры реализации конституционного соглашения и объявить соответствующий конкурс на участие в реализации в некой концепции данного объекта по принципу государственного частного партнерства. А дальше уже, как только мы определим соответствующего оператора, а уже дорабатывать проект, исходя из того, как он будет развиваться. Поступило и предложение закрыть проезжую часть рядом со зданием. Это позволит создать дополнительные парковочные места, весьма дефицитные в центре столицы. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии уже более трех десятилетий проходит традиционный фестиваль юношеских средств массовой информации и киностудий. Волжские встречи собирают талантливых ребят со всей страны. Будучи в журналистов и режиссеров обучают о зампрофессии писать заметки и верстать газеты, готовить телевизионные передачи и фильмы. В образовательной программе мастер-классы и тренинги от профессиональных журналистов, режиссеров и актеров. Здесь очень сконцентрированная система мастер-классов. Глаза разбегаются, куда идти. Многому чему обучаются, потому что спикеры подобраны таким образом, что можно получить просто стелескопическое знание о журналистике, о кинопроизводстве, обо всем. Здесь я конкретно на Волжской встрече занимаюсь тем, что снимаем с ребятами кинофильмы. Отбираются актеры, отбираются идеи, отбираются сценарии и докручиваются до того момента. Ребята, например, приносят свои сценарии, и я решаю, что можно сделать лучше, как можно решить ту или иную сцену лучше. Многие ребята участвуют в фестивале уже не в первый раз. Он дает возможность познакомиться с профессионалами своего дела, найти единомышленников и опробировать свои идеи и предложения. Захотелось сюда поехать, потому что мне в тот раз понравилась атмосфера, опыт полученный здесь. Все с горящими глазами, все хотят работать, бегают, спешат, суетятся. Друзей я приехал с ними и уже подружился с новыми людьми. Все очень классно, мне все понравилось, природа очень красивая. Люди добрые, открытые, мне все нравится. С участниками фестиваля познакомился и глава Чуваши. В ходе пресс-конференции будущие мастера опера узнали, когда он научился плавать, как перенес первую прививку от коронавируса и какие оценки получал в школе. Работать с информацией имели колоссальное важное значение. Это было так всегда. То есть очень важно, с одной стороны, рассказывать о том, что делается в любой стиле. С другой стороны, очень важно еще, как это рассказывать. Так, чтобы это было людям понятно. Так, это чтобы было захватывать. А самое главное, чтобы верьте информация была права. Ребята с медиа-центра Куча Мала обсудили с министром образования Чуваши Аллой Салаевой перспективы развития журналистики с учетом требований времени. Сейчас нужно знание цифровых технологий, активное присутствие в социальных сетях и блогах. Творческие итоги подведут 5 мая. Победители фестиваля получат награды и путевки во Всероссийский детский центр «Орленок». Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. О взаимодействии органов государственной власти, Республики и общественных объединений Чуваши говорили на круглом столе в Национальном музее. Новая государственная программа по сохранению, изучению и развитию родного языка дала дополнительный импульс очень важной и серьезной работе. Акцент делается на новых методах преподавания с использованием цифровых технологий. Язык должен зайти на молодежные платформы. Хороший пример тому электронный словарь и Яндекс.Переводчик. Надо использовать все возможности для популяризации языка. Речь идет о выпуске новых книг, подготовке мультимедийных материалов на родном языке, создании учебника чувашского языка и литературы. В прошлом году в Республике впервые отметили День Чувашской вышивки. Обсудили на круглом столе взаимодействие с Федеральной национальной культурной автономией Чуваши России, Чувашским национальным конгрессом. В столице Татарстана разыграны награды казанского марафона. В соревнованиях приняли участие 14 тысяч спортсменов из 67 регионов России и 29 стран. Основная борьба и интрига завязалась на полной дистанции 42 километра, где выступала элита марафона. Призерами стали представительницы Чуваши, подопечные заслуженного тренера страны Михаила Кузнецова. Серебро выиграла мастер спорта России международного класса Алина Прокопьева, а бронза взяла двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Татьяна Архипова. Лидером дистанции среди женщин стала Луиза Дмитриева. Поддержали медальный почин наших титулованных спортсменок и еще двое легкотлетов с Чуваши. На полу марафонской дистанции серебряными призерами стали Александр Новиков и Ксения Махнева. Продолжение следует... Продолжение следует...